Все, пшикаю, опшикиваю, Ургантон опшикал. История с мету, как ты к ней относишься? Опа, я здесь могу обидеться. У вас вот в коллективах есть харассмент, Семен? Да я не воспитанный в этом вопросе. Я все понял, отпустите. Я больше всех люблю Пушкина. Пушкин? Да. Он агитировал за поправку? Он агитировал в Петегорске. Петегорский культ шашлыка, водки и низкопосаженных приор. Нету там культа Лермонтова. Ну вот я и отупил. 5G? Да. Да идите в жопу, я не хочу страдать за то, что было 50 лет назад. Скажите, как его зовут? Ура, Игорь! Forbes Digest. Привет, друзья, это Forbes Digest. И сегодня мы в гостях у Семена Слепакова. Кстати, его сериал «Домашний арест» в лидерах нового рейтинга Forbes «Лучшие российские сериалы в сети». Ну если я согласился на интервью Forbes, я думаю, он должен занять тебе первое место. Да, мы начали с этого реверанса такого сериала «Домашний арест». Народная комедия про чиновника. Ножми. Ты помнишь нас с миром? Дорогой. И его трагедия. Скажи, сколько денег нужно, чтобы стать счастливым? Немного там, немного здесь. И вот уже есть миллионов шесть. Миллионов шесть? Да нет, слушайте, там всем по-разному вообще. К сожалению, человек так устроен, и читатели Forbes, конечно же, об этом догадываются, не понаслышке, что количество денег, которые нужны для того, чтобы стать счастливым, вырастает наравне с потребностями. Когда эти деньги появляются, вдруг тебе хочется еще, 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 главное, как-то разумно останавливаться. А пандемия сказалась на твоих привычках? Я имею в виду, там, может, ты стал меньше тратить денег? Меньше ли я стал тратить денег за время пандемии? Дай подумаю. Ну, я летать перестал. Наверное, я стал тратить меньше денег на полеты. Вот. А так, квартиру снимаю за те же деньги во время пандемии. И жрать заказываю только домой, а не в офис. Да, в принципе, по магазинам я и так немного хожу. Да нет, наверное. Да я, может, просидел дома недели три. Ну, я очень аккуратно обвел себя. Ну, и веду, на самом деле, продолжаю все вести аккуратно. Я так в офис, домой, в офис, домой. Пшикаю руки, ноги, короче, все, пшикаю, пшикиваю. Урганта напшикал, даже когда к нему ходил. А корпоративы, это, кстати, вот Урганта рассказывал, что ты в итоге почти улетел или улетел на бизнес-джете. Вот эта история из вечернего Урганта. Улетел. Я позвонил своему директору и говорю, я требую частный борт. Оттуда сказали, пошел ухи. Работал только два корпоратива, по-моему, за все это время. Первый работал у людей каких-то на дне рождения, но они переносили, переносили, переносили. И вот совсем недавно у них уже, они решились, должны были 4 апреля. И уже там именинник, по-моему, очень сильно повзрослел, но они все равно решили отметить. А второй был по Зуму. И вот это мне, кстати, гораздо больше впечатлило. Очень получилось круто. Там 30 таких людей, которые сидят прямо вот, как будто ты с ними за одним столом. Да, очень близко они сидят. И ты им поешь, получается офигенно. Как будто бы вы за одним столом сидите, как квартирник какой-то, я не знаю, в такой компании. Прям в тесном дружеском кругу. Не надо докрикиваться ни до кого. Потом им не с кем разговаривать. То есть, когда они оказываются на каком-нибудь юбилее за одним столом, то Вася давно не видел Петю или Петину жену. И они начинают все шуршать между собой. А ты работаешь над тем, чтобы привлечь их внимание. А тут, представляете, там муж и жена, они зашли в Зум. Там как бы я им пою. Они, конечно, оба слушают меня. Они друг с другом же им говорить. Потому что они, мне кажется, еще из-за времени пандемии друг от друга уже немножко подустали. Ну, в общем, как-то получилось классно. Такой опыт интересный. Со стороны это выглядит очень по-сумасшедшему. Потому что ты для того, чтобы качество звука было лучше, ты поешь в наушниках. Меня сняла моя администратор. Это просто выглядит, как будто ты сидишь перед компьютером в наушниках и просто туда орешь. Орешь, разговариваешь с ними. Не слышно, поскольку наушники блокируют звук из колонок, то не слышно, что они там смеются, эти люди. То есть просто ощущение, что ты сошел с ума. И где-то час ты орешь что-то в ноутбук, там с кем-то разговариваешь. Ну, ты будешь продолжать такую историю? Если будут предлагать, я буду с удовольствием. Там прикольно, ты можешь... Там за полцены такой корпоратив? Нет. Полная стоимость? Ну да. Не, ну там я уже буду смотреть, не знаю, как будут предлагать. Ну, вообще, да. А что, я только на дорогу не трачу время, а так и все, то же самое делаю. Тем более я боялся очень, что из этого выйдет при первом опыте. В детстве ты пробовался в предпринимательстве, продавал Кока-Колу в стаканах в Пятигорске очень-очень давно. Да, я за этот факт зацепился. И хотел тебя спросить, вот как ты думаешь, в раннем возрасте попытки сделать что-то самому, купить, продать, проба коммерции, она важна для будущего продюсера, для будущего предпринимателя? Думаю, что для будущего продюсера она не важна совершенно. Ну, для того, чем я занимаюсь, конечно, не важно. Но важно все, что дает тебе какой-то жизненный опыт. Что это, какая разница? Сидеть возле дороги, смотреть на то, как разные бандиты подъезжают, покупают у тебя Кока-Колу и там еще наблюдать за тем, за другим. Или другим чем-то заниматься. Но главное, чтобы это было интересно и познавательно, чтобы у тебя что-то откладывалось в твой жизненный опыт. Вот и все. А так, ну, конкретно я не думаю, что очень важно было мне именно этот предпринимательский опыт. Я же ничего сам не организовал. Мне старшие ребята сказали, короче, сиди здесь и вот это столько стоит, а это столько стоит. Все, если что-нибудь не досчитаемся, наваляем тебе. Ты не сам, да, это решил? Нет, конечно, не сам. А, нет, тебя втянули в банду. Да я какая-то, как бабушка, которая сигареты поштучно продавала. Я так же сидел, да. Просто... Я был внизу пищевой цепочки вообще. Понятно. Просто из той истории складлось впечатление, что ты как мальчик из американских сериалов, которые лимонад сами продают. Который моет стекла машины. Да, да, да. То есть такого не было? Был один коммерческий опыт во втором классе, когда у нас продавались жвачки, Дональды, Турбо и Финалы. Вы это еще не знаете, вы же молодежь. Но тогда они продавались у цыган на рынке по рублю и по полтора. И мы все играли на вкладыши. В Дональдах были вкладыши мультики, эти диснеевские, такие комиксы, как из четырех картинок, что произошло. А в Турбо были машинки, в финале футболисты. И это было очень ценно все, короче. Мы играли на эти вкладыши. И кто-то мне сказал из старших ребят, что в Интуристе эти же самые жвачки продаются за копейку штука. А на рынке полтора рубля стоили. И я всему классу рассказал, собрал там весь свой класс. Человек 25, наверное, со мной пошли. Отличницы только не пошли. А человек 25 пошли. Мы все пошли в Интурист. Пятигорский, Интурист. Там только построенная была гостиница. Это самая крутая была там гостиница в Пятигорске? Да, по-моему, она еще самая крутая. Но это не потому, что она крутая. Но, короче, тогда это вообще был Интурист. Все. Мы пришли, короче, к Интуристу. Каждый взял с собой рубль. Кто-то три взял, чтобы 300 жвачек купить. Ну, по копейке на жвачку. Они говорят, ну все, короче, иди. И я пошел и зашел. А там бармен стоял. Дядя Сережа, короче. Самый крутой был в Пятигорске бармен, который в Интуристе всем там банковал, всех знал. Но я еще тогда не был в курсе, кто это такой. И я подошел и говорю, во втором классе. Я говорю, здравствуйте. Он говорит, что тебе надо? И я говорю, мы тут за жвачками пришли, которые по копейке. Вот. Дональд и Турбо. Вот. Он говорит, иди нахер отсюда. Я говорю, хорошо. И вышел, всем говорю, жвачек нет. Вот. И все разошлись. Вот так я... Это был первый мой коммерческий опыт. Коммерческая неудача. Из которой я сделал вывод, что не всегда все происходит так, как ты хочешь. И это очень важно. И пригодилось мне впоследствии в жизни. Еще и потом я на следующий день пришел в школу. И в школе были родители всех детей, потому что один мальчик толстый настучал на меня маме. Он конкурент был? Нет, не конкурент. Он был просто мудак. Урод. И он настучал на меня маме. И в итоге все устроили мне совет, потому что это еще коммунизм был, СССР. А, тебя судили за нелегальное предпринимательство? Ну, меня судили за то, что я, типа, да, продался. Хотел нажиться. Продался капиталистам, там, втянул всех в какую-то сомнительную аферу. В общем, все очень было плохо. Вызвали мою бабушку, потому что больше никто не мог в школу прийти. Пришла моя бабушка, она рыдала, короче. Ей было стыдно за внука этого капиталиста, или как они назывались. Не знаю, в общем, забыл это слово. В общем, буржуйского какого-то мальчика. Вот. Как ты оправдывался, что ты сказал? Я больше не буду продавать ничего? Нет, я просто все послушал. Потом дождался конца занятия и побил того мальчика, который на меня настучал. Где сейчас тот мальчик? Ты знаешь, Семен? Нет, не знаю. Я думаю, вряд ли он будет смотреть интервью журналу Forbes, но если вдруг видит, то привет ему. Ну, правильно, если он стучал на капиталистов, это точно не для него. Ты сказал... В КПРФ, наверное. В КПРФ, да? Сказал, что не все получается так, как ты хочешь. Вот сейчас столько ограничений, и это касается не только России, да, у нас есть законы, запрещающие, там, о чувствах верующих, запрещающие критиковать власть. В Америке просто параноидальная толерантность такая в некотором смысле. Жить стало тебе, как сценаристу, юмористу интереснее от этого? От того, что нужно все время пробиваться, искать лазейки? Или, наоборот, только хуже? Не знаю. Мне не нужно пробиваться и искать лазейки, но мне так кажется. Потому что я как-то интуитивно чувствую, о чем говорить, о чем не говорить. Ну, не то, чтобы там никого не обидеть. Я не знаю, как это сказать. Может, я просто не наступал еще ни разу на эту мину. Поэтому... Ну, я об этом не задумываюсь. Ну, да, все стали очень чувствительными, все чуть-чуть что обижаются. Иногда, мне кажется, даже обижаются не когда действительно им обидно, а просто по факту от того, что есть повод обидеться. И все как бы... Опа, я здесь могу обидеться. Ну, что? Давайте-ка оправдывайтесь передо мной. Извиняйтесь. Ну, потому что все хотят, чтобы перед ними там извинялись. Ну, не знаю. Такая сложная тема. А самое главное, меня все время об этом спрашивают. Я все время говорю что-то и все время несу какую-то пургу. Новая этика, ты слышал, да, такое выражение? Новая этика? Новая этика. Оно какое-то уже понятно все с этим. Тебе, может быть, понятно. А вообще, это сейчас целый тренд постоянно всех... А кого-то жалко, действительно. Кто-то этим пользуется, тоже хочет так же точно проскочить. Там дальше уже вообще можно запутаться. И все-таки никогда ты уже ничего не скажешь, не напишешь, не споешь. Все... Просто я не хочу конкретно ни о каких группах вот этих ущемленных говорить, потому что как только о них заговоришь, ты уже на какую-то шаткую посву заходишь. У меня хоть нету контракта в Сауди, вот. Ну, а Балтика, наверное, что бы я ни сказал, не перестанет со мной сотрудничать. Вот, но что-то мне как-то... Не знаю, мне это все скучно. Я считаю, что адекватность главная. И что главное рассматривать каждый случай в отдельности, потому что, да, действительно, бывают обидные шутки, бывают обидные какие-то моменты. Есть действительно какие-то социальные группы ущемленные и страдающие. Но при этом есть не обидные шутки, есть потребность высказываться, что-то делать, творить. В общем, адекватности не хватает. Надо к адекватности стремиться. История с МИТУ. Как ты к ней относишься? Ну, понятно, что эта зона в отношении харассмента – это зона риска. Ну, в принципе, все должны понимать, что, ну, так скажем, многие женщины могут подвергнуться каким-то, как это, я уже не знаю, как эти все формулировать это все, каким-то предложением, что ли, быстрее продвинуться по карьерной лестнице и так далее, а там уж дальше и им решать. И, наверное, существуют и те, кто идут на это, осознавая, что это, как бы, самый простой путь и так далее. Ну, наверное, что-то такое происходит. Но, по крайней мере, как мой любимый комик Луиси Кей, которого обвинили в том, что он мастурбировал перед какими-то двумя или тремя другими стендаперами. Начинаем просто повторять Дудя. Вот. Нет, я не повторяю Дудя. Я хочу сказать, что у нас я не слышал таких историй, чтобы какой-нибудь стендапер из стендапа там помастурбировал перед стендапершами из женского стендапа. Да, но что-то очень интересно в той старой истории, то, что они якобы согласились посмотреть на это, а потом его сдали. Ну, слушай, может и согласились. Может быть, какой-то его авторитет в тот момент. Ну, я вообще не считаю, что он что-то страшное сделал. Наверное, они могли встать и выйти из комнаты просто, если их так это... Ну, он, конечно, по-идиотски себя повел, но они... Я не думаю, что Луисик я их каким-то образом удерживал. Просто совершил какой-то неадекватный поступок, так скажем, за который потом очень жестко расплачивался и до сих пор расплачивается. Там такая ерунда произошла, что вот это все в последнее время так навязчиво насаждается, что даже если ты сочувствуешь, то в какой-то момент тебя все это начинает раздражать. И это, мне кажется, такой немножко опасный путь. Я, причем, разговаривал в Америке со многими умными людьми и говорил, что это такие, знаете, эти перегибы. И мне всегда говорили, что, послушай, это специально сейчас идет такой перегиб. То есть мы... Я говорю, почему, если гей приходит там на работу и с ним, соответственно, вместе устраиваться на работу не гей, то возьмут гея. Я говорю, ну это же, говорю, не честно. То есть давайте за честность будем уже, будем судить там по профессиональным качествам и так далее. Они мне говорят, послушай, это как такая... Это как маятник, типа. Вот в какой-то момент это все было вот в той стороне, да. И сейчас мы должны качнуть этот маятник вот сильно в ту сторону. Потому что там, допустим, за МИТУ или все эти там в поддержку сексуальных меньшинств. В Калифорнии нет таких вопросов, да. Типа Калифорния мега там супер... Демократический штат. Демократический штат, да. А такие вопросы есть в Техасе. Вот. И поэтому мы должны всю Америку как бы переехать катком в данный момент. И пусть там, типа, лес рубят, щепки летят, пусть пострадают эти, пусть гетеро какого-нибудь не возьмут на работу, пусть, я не знаю, разгромят чьи-нибудь витрины и так далее, и так далее, но мы добьемся, да. Но это опасная позиция, как бы потому... Ну, во-первых, это нечестно все равно, опять же. То есть как бы одна нечестность, она в данный момент компенсируется другой нечестностью, да. Одна несправедливость, так скажем, компенсируется с несправедливостью в другую сторону. Ну, собственно, это в духе людей. Так всегда и происходит. И давай попробую объясни какому-нибудь человеку, который страдает сейчас, что ты просто страдаешь за то, что было 50 лет назад. Ему, наверное, он скажет, да идите в жопу, я не хочу страдать за то, что было 50 лет назад, я живу сейчас, вот это я, я ничего плохого там не делал никому. И это как бы один аспект, который мне не нравится. А второй аспект, это когда мне начинают читать морали, во мне возникает такой дух противоречия. И когда я, условно говоря, смотрю сериалы, в которых я вижу, где уже белыми нитками эти морали подшиваются ко всему, что типа, а почему у тебя больше белых героев, чем черных? А почему у тебя нету истории про сексуальное меньшинство здесь? А где здесь вот этот вывод, а где здесь тот? И мы тут вспоминаем, конечно же, набившую там в свое время оскомину, еще мягко сказано, советскую идеологию. Когда, ну, чистый совок, вот у них происходит во многом сейчас чистый совок, типа, пальчиком будем грозить, будем там поучительно очень. То есть, а где мораль? А где вот то полезное, что ты несешь? А почему ты просто так вот пришел рассказать нам какую-то увлекательную, интересную историю? Ну, это про мой мир, если говорить, где ты работаешь на сценарии и так далее. Нет, мы сейчас так не хотим. Мы хотим, чтобы ты нам рассказал вот эту историю, очень поучительную и важную. И даже, может быть, те продюсеры, которые берут эти проекты, они, может, и не хотят их брать, но они уже начинают думать, а если мы их не возьмем, там, типа, а что будет? А если мы возьмем, то получим, что это может быть? А если мы возьмем, как бы, что-то другое, а это не возьмем, а те потом придут и скажут, вот мы приносили, они не взяли, они, там, националисты, они расисты, они, там, я не знаю, гомофобы и так далее, и так далее. Короче говоря, во мне возникает от этого всего дух противоречия. И хоть я ни гомофоб, ни расист, ни этот, который женщин не любит, сексист, вот, не сексист, я начинаю закипать от самого вот этого процесса, что я не то, не то и не то, а меня продолжают перевоспитывать. Да, сука, я не воспитанный в этом вопросе, не надо меня перевоспитывать, я нормальный и так, перестаньте уже меня тыкать, как бы, в это каждый раз, я вот, я все понял, отпустите. То есть, нет, они продолжают и продолжают. И тут, конечно, я немножко бешусь. А ты в Америке общался с представителями как раз индустрии, киноиндустрии или нет? Да я с разными общался. Вот что именно там изнутри сейчас об этом думают? Нет такого, что специально снимают фильмы? Представители киноиндустрии в Америке, они вот так вот рот зашьют, если ты их об этом спросишь, они тебе даже ничего не будут говорить, для них это, ну, не обсуждаемые вопросы, я не знаю, на какой уровень откровенности с ними надо выйти для того, чтобы они тебе честно сказали, что они об этом думают. Они, естественно, говорят какими-то заученными, все общепринятые вещи говорят. Они говорят общепринятые вещи, мы все вот такие, такие белые, такие пушистые. Ну, белые в хорошем смысле, не белые, а уже белые нельзя говорить. Просто мы просто... Светлые? Мы просто... Нет, тоже нельзя. Мы просто пушистые. Мы просто пушистые. И понятно, что когда это все происходит, где-то что-то опять негативное копится. Ну, потому что когда ты так жестоко пытаешься добиваться чего-то, то опять начинается где-то эффект этой пружины, которая сжимается. И опять она потом в какой-то момент разожмется. Ну, вот это вечные вот эти колебания такие человеческие. В этом плане Россия получается во много, во много раз свободнее, да? Можно сказать и так, да. Можно сказать и так. Это тоже можно рассматривать. У нас здесь в этом плане больше, конечно, недостатков. И есть, да, грубые шутки и над женщинами, и грубые шутки над сексуальными меньшинствами есть. И какой-нибудь проезжий пи***ц непременно на меня положит глаз. И не только шутки. Но где-то мы посвободнее, конечно. Где-то мы более варварски подходим. Да, я тебя не знаю даже. Тут в это закапываешься глубоко и начинаешь теряться. И здесь много вещей неправильных и несправедливых. Просто там же возникла проблема, я понимаю, так в Америке, не с тем, что... То есть есть какие-то однозначные вещи. Если там твой работодатель ставит тебя перед каким-то выбором, либо ты с ним спишь, либо ты увольняешься и так далее. Да, это там харассмент. Но у них же дошло до совершенно другого. У них дошло до того, что если вы работаете в одной, так скажем, компании, то вы не можете между собой общаться, заводить отношения. Если там ты начальник какого-то отдела и тебе в принципе просто нравится какая-то там девушка, то ты не можешь в свободное от работы время. Если ты не женатый человек, не знаю, оказайте какие-то знаки внимания. Ну и не девушка, а парень наоборот. Но самое главное, вот у меня есть знакомая в Лос-Анджелесе. Вот девушка рассказывает. Мы, говорит, собираемся всеми девушками. У нас клуб девушек, одиноких девушек. Мы собираемся, ну как такое сообщество. Мы собираемся, пьем вино и разговариваем. И вот она говорит, вот мне, говорит, нравится мужчина в моем коллективе, парень. Этого парня нету тоже девушки, у меня нету парня. Этот парень не может ко мне подойти и просто предложить мне, там, не знаю, пойти кофе попить, ну, не знаю, познакомиться там и так далее. Потому что в этот момент он становится как бы харассером. Он переходит вот эту границу. Но самое интересное, что, говорит, если даже он ко мне подойдет, то он для меня перестанет казаться таким хорошим, потому что он подошел. То есть до того, как он не подходит, он мне нравится. Но вот в тот момент, когда он ко мне подошел, он мне уже не нравится, потому что он уже становится харассером и для меня. Она говорит, а почему ты не можешь к нему подойти? Она говорит, ну... Я не такая. Нет, она говорит, если я к нему подойду и сама окажу какой-то знак внимания и он мне как-то откажет то я погружусь такую глубокую депрессию из-за этого факта что я не смогу то есть как бы из этого выйти ну и и в обратную сторону история с харассмином тоже работает и парень может сказать что вот мне мешают тут работать в коллективе меня втягивает какие-то личные отношения и получается что то есть если есть какая-то классическая вот ситуация харассмента да вот опять же кто-то вышестоящий пытается воспользоваться да это отвратительно и так далее да но вот когда это доходит уже до такого абсурда но это немножко для меня странно потом получается что люди могут знакомиться только в тиндере тиндер обоюдное согласие и у них же еще там очень популярный договор заполняется тоже программа есть которая заполняется перед походом на свидание что они там будут делать то есть они каждый из них заполняет форму и в этой форме прописывается будут они целоваться не будут будут ли заниматься сексом не будут там и и т.д. и т.д. и т.д. вот но какие-то эти новые реалии мне не очень сильно нравится а как тебе история что там сериале екатерина кажется там одного из князей который по сценарию понятное дело нам русский но играть его чернокожий а было такое да такое было это немножко странно ну с моей точки зрения это немножко странно ну не знаю в конце концов со своим уставом в чужой монастырь не ходят это их мир они в этом мире принимают вот такие решения у вас вот в коллективах есть харассмент семян нет ты дудю пару лет назад говорил что то что у вас получилось сделать в нашей раше а именно забавных чиновников которые все время думали о россии да ох юрий венедиктович жалеешь ты себя не бережешь отдохнуть тебе надо никогда некогда мне отдыхать покуда такой бардак стране творится простым людям им хорошо старушка взяла пенсию и пересчитала с 10 секунд а мы 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 рук своих не жалеем и при этом какие-то нелепые вещи вытворяли памятники друг другу ставили они козу трахали в первой же серии они что так они делали и друг дружку и козу и и всяких там проституток но они не нелепые вещи делали они просто делали вещи никак не связанные с любовью отдыхали отдыхали по-своему два года назад ты говорил что вы тогда с этим успели помню два года назад было это интервью года четыре наверно дудюка сколько это лет это было когда дудю было лет 12 ладно неважно ты говорил что вот тогда вы успели с этим образом а вот на то на то время когда это было вот уже такое нельзя сделать сейчас время как-то поменялось 2020 очень сильно теперь еще сильнее нельзя теперь сильнее еще нельзя а ты чувствуешь что вот это нельзя она дойдет до какого-то пика нельзя и потом будет просто бум а бум это типа что все можно все можно я этих пиков конечно боюсь но мне печально что какие-то вещи так скажем цензурируются мне это не нравится просто тогда не была так сильно страна разделена но когда мы это делали страна не была так сильно разделена и условно даже те люди которые раньше мы те как те люди которые сейчас это запрещают они это запрещают потому что они как бы тем самым борется с другим лагерем там либералами так скажем потому что им кажется что и те кто критикуют их это либералы да условно говоря это навальный там и так далее да но это не совсем так я могу не принадлежать не ни к одной ни к другой стороне и критиковать их также точно потому что я вижу что где-то они делают глупости где-то они популизмом занимается откровенно понятно занимаются популизмом и так далее страдают всеми порохами которыми они которыми страдает власть во все времена и когда тебе в то в итоге просто тебя начинают стерилизовать но просто почему потому что иначе ты как будто бы сейчас идет противостояние и ты в этом противостоянии занял позицию не такую как нужно вот но это конечно неправильно потому что надо выпускать пар и надо давать как бы здравую оценку происходящему тогда но я всегда топлю за это чтобы я во первых люблю конструктивную критику но при этом она не должна быть мягкой она может быть достаточно жесткой и и люди которые которых мы критикуем и имеем право критиковать они должны жить в таком пространстве где этого как бы не может происходить то есть они должны знать что это может происходить и будет происходить если они будут совершать какие-то глупости это нормально это это естественно так скажем давай поговорим про окаянные дни соловьев вчера сказал что он даже через канализацию проникает кто проникает соловьев да нет же вирус проникает вы перечисляете на мою карту 100 тысяч рублей дальше нарушайте весь год сколько хотите дистанционная коррупция ну тип того это все-таки формат скрин лайф который вот придумал тимур бекмамбетов или нет да слушайте ну почему я может ошибусь и может меня услышит тимур и позвонит и скажет семён да это я придумал формат скрин лайф но это же как бы отчего его придумывать то формат скрин лайф это же просто условно такая форма в которой история рассказывается с помощью вот этих вот общение через девайс его не надо придумывать то есть у тимура есть фильмы где там на экране прям происходит еще очень много всего там пишутся сообщения показывается рабочий стол там и тогда может вот это его ноу-хау я не знаю может там есть какие-то технические ноу-хау которые тимур придумал но сам по себе этот жанр его не надо ну придумывать он очевиден и там например вот в моих историях в них нету рабочего стола компьютерного и так далее то есть там просто с помощью двух экранов тебе рассказывают историю то есть ты ты не можешь видеть ничто ничего что находится за гранью разговора двух там или сколько там людей общается вот в этом зуме скайпе вот сап чем угодно с точки зрения продакшена эта история 10 серий они вышли дешевле чем съемки одной серии домашнего ареста до во сколько раз раз в 10 наверное там все снималось просто на айфоны да но не в 10 вы что нет ну не в 10 ну там чуть меньше чем в два раза дешевле наверное но нет это все равно не дешево потом мы какие-то вещи переснимали там это жанр очень опасный в нем очень легко соврать потому что все люди постоянно теперь общаются через видео и они тут же чувствуют где-то какой-то фальш какую-то ложь где-то когда вдруг актеры переигрывают где-то когда вдруг по постановке что-то какие-то фаны неправдоподобные и так далее и так далее вот это все как-то камера стоит так как человек ее не держит ну то есть куча этих факторов всех это на самом деле оказалось очень непросто этот жанр он непростой на какие-то штуки переснимали ты рассказывал что вы два телефона соединяли специальным образом я сказал что надо какой-то разработать технологию и тут же наши ребята продюсеры разработали технологию не взяли скотч намотали вот так вот один телефон взяли один другой там и у тебя вот так короче телефон один телефон на зуме другой телефон тебя снимает зум смотрят вся съемочная группа режиссеры и так далее тебя снимают и вот здесь еще и заливаться тейпом это было все перевязано перемотана да и закреплено на такой штативчик сколько людей лишились работы за это не а кто не а когда не надо было закреплять на штатив то они носили просто вот так просто носили этот телефон по квартире там например такую-то приспособу приспособу всю эту ты скажи сколько людей не лишились здоровья из-за этого вы лишились работы но это же все издержки коронавирусной фигни потому что но у нас вообще были артисты которые отказывались даже одного человека пустить в дом то есть ты там должен был на пороге оставить что-то и артист сам уже это все мы там ему по пойдите на кухню мы хотим посмотреть что у вас какая точка съемки у вас на кухне у нас все оператор у нас сидит шикарный оператор марат адельфа так сидит там у себя дома на даче режиссер там я не знаю сидит у себя в петербурге например одна актриса сидит в лос-анджелесе другая актриса сидит у себя на даче вот там марат например говорит пойдите пожалуйста посмотрите покажите нам вашу кухню а идет актриса и мы начинаем там крутиться на этой кухне вот мы крутимся полчаса выбираем точку это за день до съемки мы проходили по точкам с артистами вот такие как как бы но это жутко было интересно на самом деле это было жутко интересно как тела у площадки тнт премьер у площадки тнт премьер дела неплохо там новый руководитель тимур ванштейн появился готовится много проектов различных люди стали готовы платить за контент я готов ну ты в этом работаешь нет мне мне так приятно я просто плачу когда я перестаю видеть этих дебильных букмекеров постоянно и рекламу которая все прерывает я могу посмотреть там на английском когда мне надо с субтитром я с удовольствием плачу мне кажется что люди будут платить конечно не так уж это будет дорого со временем многих очень пристегнут каким-то программам там я не знаю выйдет яндекс он пристегнет всех приложению там и человек не будет чувствовать что он платит выйдет также точно как мтс и так далее так далее ну все все будут пользоваться вот этой схемой амазона когда человека просто включают в какую-то экосистему вот и он там спокойно себе все смотрит но это гораздо приятнее чем вот как-то другое дело как они будут решать с западным контентом но тоже наверно будут как-то права покупать что ли потому что сейчас далеко не все сериалы присутствуют у нас на платформах которые там идут когда смотришь контент тнт премьер кажется что там абсолютно нет цензуры потому что помимо сериала окаянные дни посмотрел там хейт-ток программу где была гость и ксения собчак он на самом деле весело там все ее прямо жестко так хейтят а она перед ними оправдывается не нравится мне брюнеты не хочу с ними трахаться не нравится мне толстые люди не хочу с вами рядом сидеть вас есть за что уважать ну хотя бы то что вы родились без тисек и до сих пор с ними без них ходите и честно говоря мне наплевать о том и на то что думают люди которые на меня смотрят ну и в окаянных днях такие сюжеты там с массажем простаты на удаленке там кстати не было по моему ни одного матерного слова массажа простаты на удаленке а больше там отчет цензура массаж простаты на удаленке это это даже не 18 плюс по моему но там есть матерные скетчи есть где реально ругаются матом у вас есть там история про оппозиционеров и провластных там они все там ругаются матом там и бздуть и карнавальный и там пудель сэха такие то есть формулировки и критика путина в то же время это возможно пока это нишевая такая критики путина там кстати не было по моему ну как же там получается один брат за власть вторую против и они ну там конкретно путина не трогали ну как-то между струек по моему все-таки было что то такое вот опять же там есть и папы до ощущения к российски это можно делать пока площадка нишевая ну не такая большая как сам тнт у нас нету какого-то четкого понимания что делать можно хочу делать нельзя и и эта ситуация не только на площадке премьер это ситуация на иви и на я не знаю око и на кинопоиски на котором там тоже выходит сериал если вы посмотрите последний министр там все то что вы говорите также точно присутствует вот мы считаем что интернет пространство должно нам позволять такое делать потому что иначе вообще не понятно где это все делать и все превратится в детский сад то что нас окружает вот другое дело что если начать спрашивать что можно делать и что делать нельзя то выяснится что скорее всего все делать нельзя то есть поэтому мы можно сказать пробуем как-то систему на прочность и пытаемся и пытаемся найти ну некие пути чтобы отражать эту реальность так скажем адекватно так такой какая она есть иначе нам останется ну да только youtube в принципе но на ютюбе ты не сможешь производить качественный контент в том плане то есть это может быть хорошо придуманное что-то но это не может быть что-то что снимается за какие-то вменяемые деньги то что будет зрелищным и так далее это не может быть хороший сериал на ютюбе просто не снимем для ютюба хороший сериал нам никто он никак не окупится а это важно именно делать что-то хорошее с точки зрения там техники картинки классной или все-таки первичен сценарий сама идея ну если уж на то пошло то лучше всего когда все в гармонии если у тебя какой-нибудь прекрасный исторический сериал с прекрасным сценарием снят как курица лапой на какую-нибудь паршивую камеру с паршивыми актерами то у тебя не будет хорошего сериала но конечно же если у тебя все снято шикарно но сценарий говно то будет еще хуже но в принципе лучше всего когда это это в порядке и когда реализация задачи отвечает собственно задумки твоей и конечно люди вот тоже все могли сейчас убедиться да сколько было комментариев когда там вышли даже эти окаянные дни сколько можно смотреть вашего скрин лайфа мы не хотим потому что люди просто реально устали они сидят дома они целыми днями говорят по этим вот сапом зумом по видео и потом он показывают это все и конечно людям хочется до увидеть океан корабль который плывет я не знаю красивые какие-то кадры восьмерки это так когда снимают артистов общие планы я не знаю трюки ну это кино это сериал это то к чему человечество пришло и то что очень нравится всем зрителям конечно хочется чтобы это было семён у российского зрителя ты в первую очередь ассоциируешься с комедией сам что любишь читать смотреть может быть youtube программы или литература тут целая библиотека у тебя здесь черт его знает читать последнее что читал это толстой воскресенье угу но я не дочитал до конца я в итоге последние 70 страниц медиа так утомили все эти его анализ человеческой натуры что я залез в эти книги школьные программы дочитал чем книга кончилась такой и вот из-за этого все мы городе лев николаевич вот так вот я а так я всяко-разно люблю читать вон буковский стоит очень люблю его читать но зашла на такое алкоголический писатель шикарный он как одно из моих как бы альтер-эго лермонтов до всех но тут и а лермонтова обожаешь потому что я смотрю тут целое потому что его в пятигорске убили да думаешь поэтому но я не знаю там есть культ его убили культ лермонтова в пятигорске в пятигорске культ шашлыка водки нету там культа лермонтова там культ низкопосаженных приор ну короче лермонтова просто люблю потому что люблю героя нашего времени и потому что лермонтова больше всех я люблю пушкина короче вот вообще я пришел ко всему к тому что последние годы что я больше всех люблю пушкина я всегда когда это тебе это когда голосование за поправки рекламу с ним увидел или почему да пушкин да он агитировал за поправку оттуда агитировал но это в контексте того что надо сохранять русский язык пушкин сохранял ну вот а почему пушкин то в текло какой проза все не знаю я просто ну дон какой-то космический крутой чувак был и я его просто открываю стихи прозу неважно просто уходишь какой-то другой мир в котором все настолько точно прекрасно и и красиво и романтично сформулировано и и забываешь обо всем как-то кино кино до миллион этого кина всего вот откройте список 250 самых лучших фильмов на кинопоиске и там увидите какие я люблю а у тебя получается сейчас смотреть старые старые фильмы получается это круто я смотрю бергмана я смотрю какие-то филини фильмы недавно смотрел вот и и очень хорошие фильмы смотрю вот например есть очень хороший фильм кто боится вирджинии вульф очень классный старый фильм но я люблю иногда я не я не буду врачу я прям только смотрю старые фильмы и есть там какие-то тяжеловатые для просмотра фильма но вообще некоторые я люблю посмотреть но нет такого сейчас ощущения я у многих это спрашивал то что вот многие нам хвалят старое кино но смотрите его молодому зрителю сейчас действительно сложно потому что там долгие планы долгое начало есть много таких фильмов но далеко не все старые фильмы такие вот если вы посмотрите там фильм бергмана я не знаю фанни александр то увидишь что он вообще не такой он очень живой очень динамичный какой-нибудь возьмите старых фильмов там в идеале на того же и так далее вообще что есть старые фильмы фильмы 90-го года они сейчас считаются старыми или 85 они уже старые больше сорока лет там 45 лет но они вполне есть такие фильмы 85 года который будет смотреться не менее современно чем фильм 2020 а если вы посмотрите фильм я может сейчас как старый пердун совсем заговорю но если вы посмотрите фильм огни большого города чарли чаплина то вам тоже не покажется что он затянутый просто надо себя в эту атмосферу как-то погрузить ну понять что ты что-то другое смотришь если ты ждешь посмотреть я не знаю фильм мстителей включил фильм малыш то наверное тебя ждет какое-то разочарование но ты должен же тоже не совсем идиот ты должен понимать что ты смотришь и когда ты выходу вселенную перемещаешься то тебе классно а как ты считаешь вот клиповое мышление социальные сети это вообще ведет людей к отупение насчет всех людей говорить не буду на меня ведет я где-то просыпаюсь и где-то первые 15 минут которые провожу с телефоном и потом я очень чувствую ну вот и и отупил серьезно или да и после этого я встаю и очень тупой иду жить весь день работать но вот это оттупивание отупение короче но со мной происходит и так же точно я тупею перед сном вот ну как потому что как говорят тупить в телефон да ну можно предположить что ты какое-то время тупи что ты в конце оттупеешь правильно ты же тупишь вот я туплю 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 потом тупею и потом я говорю себе что я должен срочно открыть книжку и у меня в этом же телефоне книжка или трес я открываю неважно какой-нибудь роман у меня там их 100 скачано которые я все по чуть-чуть читаю и там 20 минут перед сном я резко обратно умнею чуть-чуть но на тот уровень меня отбрасывает на котором я находился 15 минут назад я я спокойно так засыпаю чуть по умнее вот это все такой процесс борьбы постоянный много тратишь время социальные сети ну что-то трачу какое-то время иногда нет иногда да недавно у меня похмелье было я в конце дня вспомнил что я вообще не заглянул ни разу не в одну социальную сеть то есть мне было так плохо что я забыл что они есть вообще просто забыл я вдруг понял я же даже не был в инстаграме сегодня ни разу так нажал на него и там какие-то все спорт дайджест я смотрел интервью двух медиа менеджеров известных и кажется тина кандалаки с кем-то разговаривала и она говорила что профессия которая вот сейчас 2020 году ну и ближайшие годы максимально востребована в мире это шоураннеры ты по сути являешься шоураннером да то есть ты не просто сценарист а шоураннер человек который как локомотив двигает за собой весь этот проект весь этот давай так вот какие качества нужно в себе сочетать чтобы освоить именно эту профессию не знаю все то есть ну ты же не просто пишешь сценарий ты занимаешься грубо говоря я такой шоураннер ты для себя можешь это объяснить да ничего все это тоже новое модное слово ну просто чек который отвечает за проект который наверное его придумал написал ведет понимает разбирается в нем но раньше там продюсер был там или вот данелия был шоураннером своих фильмов ну никто его не называл шоураннером и фильма от этого слова модного не было тогда фильм от этого хуже не стали ну вот он режиссер там пишет ну сейчас можно бы не быть режиссером просто как бы супервайзить если ты сценарий это делал что ты должен знать ты должен знать что ты хочешь и это не только в шоуранну что вообще если ты чем угодно занимаешься ты точно должен иметь должен иметь как можно более точное представление о том что ты вообще хочешь что в конце получилось если ты на какие-то вопросы не знаешь ответы ты не сможешь никому ничего объяснить все будут люди на тебя смотреть как барана ты будешь на них смотреть взгляд как баран вот и такой ты будешь такой такой в конце все и выйдет поэтому вот ты должен знать что ты делаешь знать что ты хочешь получить а деньги на каком месте тебя в жизни шоураннера да у меня у тебя как шоураннера деньги у меня не знаю я думаю что есть у меня вот этот как это сказать пьедестал состоящий из трех ступеней там значит золото серебро и бронза и деньги они периодически поскольку олимпиада под названием жизнь никогда не прекращается и в ней разные виды так называемого спорта то там деньги периодически занимают одну из этих трех вот а может быть иногда и четвертое пятое занимает но где-то они все равно в первых как у всех людей но не на первом месте чаще всего бизнесом нет желания заняться нет а чё это предложение не но я не знаю многие артисты публичные люди открывают там свои какие-то кафе рестораны сервисы не знаю чтобы ко мне аркадий новиков пришел сказал что я ему нужен для того чтобы открыть с ним ресторан я бы согласился с удовольствием но у меня никакой идеи нету ходить просто ко всем подходи говорит давайте ресторан откроем мы тут другом хотели открыть этот бар уже со всеми договорились потом он бросил пить и я почти бросил и мы перестали хотеть открыть бар а третий с кем собирались он открыл и сидит бухает там целыми дня серьезно конечно а кажется рожане не влезает в дверь вот в эту когда приходит сюда то есть не пожалел что не открыл бар нет вообще не пожалел у меня был бы этот специальный чехол для печени бы с собой спасибо семён спасибо ярослав большое спасибо дайджест спасибо за просмотр это был forbs дайджест подписывайтесь на канал следите за обновлениями ставьте лайки